Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем курс лекции по предмету социология-политология. И сегодня мы с вами пройдем лекцию 12, которая называется «Политическая система общества. Политические режимы». План данной лекции состоит из семи основных вопросов. Первый вопрос – это категория политической системы. Второй вопрос – это компоненты политической системы. Третий вопрос – модель политической системы. Четвертый вопрос – функции политической системы. Пятый вопрос – это сущность политического режима. Шестой вопрос – классификация политических режимов. Ну и, наконец, седьмой вопрос – это типы политических режимов – тоталитаризм, авторитаризм, демократия. Позвольте перейти к объяснению первого вопроса. Итак, категория политической системы, она является также одной из центральных в политологии. И сама политическая система есть совокупность отношений по поводу участия в политической власти. Ну, чтобы вам было более понятно, что из себя представляет политическая система, хочется сказать то, что такими важными характеристиками политической системы является, прежде всего, это сама политическая система характеризуется властным верховенством. То есть, имеется в виду, что с помощью политической системы осуществляется верховная власть. В обществе принимаются какие-либо государственные решения, обязательные для всех. Второе – можно сказать то, что политическая система является легитимной, поддерживающей порядок и преобразующей системы в обществе. То есть, имеется в виду, что получая импульсы из окружающей среды, сама политическая система, она предпринимает определенные действия, реализует определенные решения, чтобы адаптироваться к среде. Ну и третье – политическая система претендует на конечный контроль над применением физического принуждения, на законное право наказывать, подчинять, выносить обязывающие решения. То есть, предположим, какой-либо гражданин совершает противоправные деяния, и чтобы пресечь вот эту деятельность, которая, возможно, может нанести ущерб как окружающим гражданам, так и государству, применяются определенные санкции. Могут ограничения, в тюрьму могут посадить какие-то санкции штрафные и так далее. Вот такой пример. Теперь переходим ко второму вопросу – это компоненты политической системы. Ну, политологи обычно выделяют пять компонентов. Первый компонент – это, конечно же, политическое сообщество. Наличие политического сообщества, да, в политической системе. Итак, политическое сообщество – это совокупность людей, стоящих на разных ступенях политической иерархии, но связанных вместе с определенной политической культурой. Вот это политическое сообщество. Второй важный компонент это должностные лица. Именно их решения признаются политическим сообществом как обязательным. То есть политическое сообщество, можно сказать, это народ, а должностные лица это непременно, например, президент, глава правительства, министры, акимы наши и так далее. Вот. Третий важный компонент политической системы это правовые нормы и нормы политической этики, которые также регулируют работу системы, методы, способы осуществления политической власти. Правовые нормы и нормы политической этики, да? Ну это законы. Четвертый компонент это территория, которая выполняет связующую роль и имеет определенные границы. Тут имеется в виду не обязательно прям территория государства. Тут может быть территория какого-то округа, области, города. Понимаете? Вот. Ну и пятая, любая политическая система, она обладает определенной структурой, то есть устойчивыми элементами и связями между этими элементами, о которых я раньше вам уже и сказал. Вот. Ну вообще, если вот так вот посмотреть, то политические структуры, они включают в себя разнообразные организации. Это могут быть политические, например, государства, политические партии. Так это могут быть организации неполитического характера. Например, это профсоюзы, объединения предпринимателей, церковь и так далее. Вот. Ну и, конечно же, на функционирование политической системы огромное воздействие оказывает политическая культура. Это совокупность определенных политических знаний, ценностей и так далее. То есть, чем выше политическая культура, тем государство более, так сказать, становится на демократический путь. Оно наиболее лучше развивается. У него происходят определенные модернизационные процессы. Вот. Переходим к третьему вопросу. Модель политической системы. Ну, политическую систему, вы знаете, можно представить в виде такой, как бы, ну, можно сказать, такой вот коробки, да? Это как сама политическая система, как система. И на нее существует вход и выход. Определенные действия на входе и определенные действия на выходе. Вот. Ну, во-первых, на вход политической системы, да? В политологии принято считать это практически любое событие, которое по отношению к политической системе является внешним. И которое влияет на нее и способно ее изменить. Ну, например, это могут быть какие-то народные требования, да? Которые являются сигналом для власти. Вот. Помимо требований, в политическую систему вводится множество разнообразной информации. Например, ожидания, предпочтения, ценностные установки, настроения и так далее. Во-вторых, на входе есть так называемый импульс поддержки. Значит, поддержка – это есть выражение лояльности членов общества по отношению к системе. Ну, предположим, вот сейчас я дальше расскажу про выход, и вы все поймете. Ну, и выход, как я уже сказал, это ответная реакция на воздействие, выступающая в виде решений государственных, да? Ну, например, в государстве происходит забастовка. Вот, например, во Франции уже несколько месяцев, да? Они шли, сейчас утихли немного, желтые жилеты. То есть, профсоюзы недовольны тем, что не поднимают зарплату. Вот. То есть, на входе – это вот требования, недовольство. И вот эти требования, они идут через политическую систему, и на выходе государство предпринимает определенные решения. Ну, например, могут повысить зарплату, могут какие-то пособия внедрить и так далее. Если, например, сама система не реагирует, то игнорируется вот эта вот обратная связь, то сама политическая система, она, ну, не жизнеспособна, так сказать. Поэтому в государствах очень часто происходят вот эти вот волнения постоянные, да? Но это не все волнения и какие-то крупномасштабные шествия. Это не всегда говорит о том, что политическая система работает. Возможно, даже внешние игроки могут на это повлиять и профинансировать это все. И под видом того, что вот люди недовольны, вот такие вот события могут происходить, печальные. Которые, кстати, могут привести даже к свержению правительства. Но даже если и власти, они видят то, что народ недоволен, нужно извлекать от этого определенные уроки. Четвертый вопрос. Функции политической системы. Но я уже частично уже сказал, тут в политологии делят функции на входе и функции на выходе. Ну, функции на входе, это можно сказать, первая функция, это политическая социализация и политическое рекрутирование. Значит, что такое политическая социализация? Это процесс освоения личностью политики как особой сферы жизнедеятельности. То есть, человек осваивает определенные политические знания, нормы, ценности, модели поведения. А политическое рекрутирование это когда извне, ну, из населения приходят новые люди. В ту или иную политическую систему, да? То есть, это имеется ввиду подбор должностных лиц. Вторая функция на входе, это артикулирование интересов. Значит, это процесс, посредством которого выражаются требования. То есть, например, существуют какие-либо ассоциации, которые выдвигают определенные требования. Например, это могут быть политические партии, профсоюзы, организации предпринимателей, объединение фермеров, женщин, молодежи и так далее. Третья функция на входе, это агрегирование интересов. Это функция превращения требований в альтернативы государственной политике. То есть, это, чтобы более понятно вам было, это имеется ввиду агрегирование интересов. Оно оформляется в политические заявления, программы, законодательные предложения, предвыборные платформы. Ну и, наконец, четвертая функция на входе, это функция политической коммуникации. То есть, она обеспечивает связь между элементами политической системы. То есть, вход, выход, между ними должна быть обратная связь. Ну и, наконец, давайте выясним, каковы функции политической системы на выходе. Тут выделяют политологи три функции. Это первая функция нормотворчества. Она включает в себя процесс разработки новых законов, благодаря которым и функционирует государство. То есть, как я говорил, какие-то требования могут приняться какие-то поправки, либо новый закон какой-то. Ну, например, в государстве очень часто замечают езду пьяных водителей. От этого очень часто происходят смертельные ДТП. Соответственно, вводятся новые законы, ужесточающие наказание. Б. Вторая функция. Функция применения правил и норм. Она подразумевает приведение их в действие законов, в социальную практику. И третья функция контроля над соблюдением правил и норм. Она включает в себя интерпретацию законов, определение фактов их нарушения, применение соответствующих санкций за это. Четвертый вопрос мы закончили. Переходим к пятому вопросу. Сущность политического режима. Но политический режим, это термин, понятие очень тесно связано с понятием политическая система. Поэтому политический режим от латинского означает управление. Он характеризует совокупность приемов и методов осуществления политической власти. В целом, если вот так вот более точную характеристику давать, позвольте я процитирую, прям этот термин. Политический режим можно определить как совокупность характерных для определенного типа. Продолжение следует...